Ребячья порода Мы играли в пиратов лихих И в отважных бродяг-мореходах Забывалась любая беда И терялась в далёком просторе И не верили мы никогда Что кончается, что кончается Что кончается, синее море Ты была заводилаю нас Чёрт морской в полинялой тельняшке Ты водила отцовский баркас По бушующим волнам бесстрашно Сумку школьную прочь зашвырнув Ты сидела верхом на заборе И кричала к биноклю прильну Не кончается, не кончается Не кончается синее море Но однажды приплыл пароход За тобою незвано, нежданно И какой-то синбат-морехон Вдруг увёз тебя в дальние страны На прощание ты, как всегда Закричала, увидимся вскоре Потому что у нас никогда Не кончается, не кончается Не кончается синее море Позабыть мы тебя поклялись Мы тебе не прощали измены Но взметнулся в тревожную высь Крик чужой пароходной сирены А потом прилетело письмо Как ничем не прикрытое горе Было в нём откровенье одно Здесь кончается Здесь кончается Здесь кончается синее море Здесь кончается Здесь кончается Здесь кончается Синее море Здравствуйте Это подсказ 20 лет спустя С вами ведущий Константин Михайлов И Александр Анатольевич Здравствуйте И у нас в гостях Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова Здравствуйте Татьяна, в вашем репертуаре Очень много песен Есть весёлые Я сегодня слушал их ночью Но всенародную любовь Вы сыскали Как исполнительниц Таких лирических песен Про тяжёлую женскую долю Вот как так пошло Что в этом бы лучше всего Вы знаете Мне кажется Просто я Обладаю каким-то таким Не знаю Способностью наверное Такой Что вот Настолько достоверно Всё это доносить До зрителей До публики Потому что И до меня И после меня И я думаю Что всегда будет Огромное количество Исполнителей Которые поют Грустные песни Но у меня получается Так как будто Действительно я это всё пережила Я помню История была интересная Такая Была песня Такая Помните Спи мой мальчик Маленький Спи мой сын Я уже не пошёл Да И все думали Что я одна воспитываю ребёнка Что меня там бросил муж Хотя это было не так Я была замужем За своим первым мужем За Николаем Тагрином И на даче Приехал К моей подруге Какой-то Ну молодой человек И он решил за мной ухаживать И подруга говорит Ты что обалдела Что она замужем То есть настолько Ему казалось Что вот я вот Плачу Что действительно так Но это как всё равно Что как актёр Когда он играет роль убийцы Все думают Что он убийца А он думал Что вы мать-одиночка Помочь Субинушке Значит это Не просто песня А сыгранный образ Причём надолго Навсегда Он не сыгранный Я просто я пою Я даже не понимаю На самом деле Вот я когда исполняю Честно скажу Когда бывает там На студии я пою Раз дубль Два три четыре Мне кажется они одинаковые И там на пятом О то что надо А мне кажется они одинаковые Абсолютно как До этого было как после Я даже не ощущаю этого То есть это вот Чисто и внешне Какое-то вот Что-то там подключается Такой титул Главной плакальщицы России Никогда не хотелось изменить Самая плачущая И народная певица Вот так говорят Вообще Да Мне кажется что У меня настолько И чувство юмора присутствует И даже Моя подруга Малёна Апина Как это сказала В интервью каком-то Более позитивного Вообще И весёлого человека Вообще Трудно найти Но всё же У вас были браки Которые распались Что мужик должен сделать Такого Измены исключаем Чтобы вы подумали Что всё Это не мой Для меня вообще Всю жизнь всегда было Что вот Есть мама и папа А муж это Ну третий человек После родителей Близкий Потом уже дети идут И вот с первым мужиком Кстати так было Но вот случилась Такая вот в моей жизни Не знаю Драма наверное Что я влюбилась Я ушла А со вторым мужем Ну как что-то у нас Не совпадало Как-то вот Взгляды на жизнь На воспитание Не то было Ну как-то вот что-то не то Я честно признаюсь 11 лет я терпела Боролась И пыталась как-то Всё это сгладить А потом всё не дало Ну и хрен с ним Хотя честно скажу Мне очень тяжело Дался этот шаг Я такой человек Как бы Как сказать За такие ценности Семейные Вот я например У меня там Третий муж сейчас У меня там Мы уже до замужества С ним Мы же вместе жили Три года У меня жена Я говорю Я не жена Вот жена я буду Когда мы поженимся А чем он занимается Он Ну у него рестораны Там всякие такие Какие-то бизнес Я столько Ну вообще Открывается ресторан Кстати в Москве Ну мне кажется Идеальное сочетание Человек творческий И человек который Занимается Он тоже творческий Он очень нравятся Песни 90-х Он на мои концерты С удовольствием приходит А вот у вас Есть деловая жилка Хочется открыть Какое-нибудь кафе Там магазин Вот он открыл ресторан В Петербурге Он назвал моим именем И я прихожу Просто там Я бываю часто Очень достаточно Я знаю что приходят люди Чтобы меня увидеть И я как бы Ответственный человек Очень понимаю Что нужно там Сфотографировать Со всеми пообщаться Ну как хозяйка Но если допустим На меня все это скинуть Там какие-то Всякие там Считания за бухгалтерию И так далее Все рухнет сразу То что Татьяна говорит Что у нее это не получится Это ничего не значит Ровным счетом Почему? Немножко кокетство Потому что Татьяна думала Что у нее ничего Не получится с музыкой Она уже в детстве Думала что Это вообще не ее А что из-под палки С альфеджио И все остальное Нет Музыкальная школа Абсолютно из-под палки Причем в буквальном смысле Потому что Где-то в классе в пятом Я помню В меня летели стулья Причем у меня мама Был совершенно спокойный человек Я просто говорю Я не хочу Вот эти гаммы Почему мне нужно Третий палец Пятый А мне вот так вот удобно играть Я вообще в принципе человек Который не поддается Никакому вообще обучению Если где-то что-то надо учить Все Мне сразу плохо Мне нехорошо Сюда эти воды Температура И мама в какой-то момент Я в общем сказала Я все бросаю Мама говорит Нет Ты закончишь Я говорю Хорошо я закончу Но я уйду Плюну И больше вообще ничего не вспомню И оставьте меня в покое Со своей музыкой Сказала Буланова Я закончила У меня есть диплом Что я закончила музыкальную школу Сейчас я практически Ни одной ноты не знаю Сыграть у меня Поставьте ноты Я их не знаю Но зато у меня Очень хорошая память музыкальная Могу запомнить мелодию Ну практически со второго раза Это сто процентов И слух идеальный Вы же поете Все время вживую Ну в основном да А что тяжелее Под фонограмму все-таки Попасть в собственный трек Или живем Вы знаете Вы знаете Эмоционально тяжелее По фонограмму Потому что Это Ну нету эмоций тихо А живем Там можно как-то И что-то там Как краску подать Ну легче Свободнее Живем когда поешь Я сегодня ночью Смотрел клипы Смотрел концертники ваши Рыдал И на отдельной вкладочке Оставил ясный мой свет Вот чтобы слезы высыхали Ясный мой свет Потом что-нибудь взрыднуть Опять ясный мой Это как сорбет после еды Чтобы не приедалось Моя-то любимая песня Ненаглядная Все-таки Да-да-да До сих пор Кручу на дискотеках Я вас уверяю Танечка дорогая Руки поднимаются Счастье Улыбки Танцы Виск В любом возрасте Мне приятно Правда Ну мне кажется Что в этой песне Еще огромную роль Сыграл клип Его снимал Володя Шевельков Но честно признаюсь Что к монтажу Руку мы с Корей Стагриным предложили Потому что Володя Мне кажется Он немножко стеснялся Потому что Какие-то у меня были Такие выражения Говорят Вова не бойся Все что было Так смешно Так прикольно И он как-то Смонтировал немножко не так И потом перемонтировали И получилось Мне кажется Хорошо А когда вы почувствовали Что вот это ваше Или кто-то вам сказал Или Вот как Как пришла вера В то Чем надо дальше Заниматься в жизни Скажу Я хотела в детстве Быть актрисой Драматической Но Я абсолютно была зажатая Такая вся какая-то И мне там Какой-то Выйти Показать этет Нереально было Абсолютно И мне не получилось бы Я это понимала Я решила Что я поступлю В институт культуры Ленинградский Тогда еще Там значит Было какое-то отделение Такое Что там Были какие-то Театральные постановки Что-то еще Я значит Раскрепощусь А потом Трамплином Даже в главе это было Трамплином Театральный Ну и в общем Сразу с первого Ночного момента Я пришла с гитарой Дзенцей струнной Ну а как же И в общем Мне попался билет Организация праздников Праздников Пятиселетия Юбилея завода Я говорю Я если бы спить хочу А мне говорят Ну рассказывайте Как вы будете Значит там Естественно Ничего не сказала Потому что я ничего не знала В общем Ну и как бы все На этом все закончилось Мой вот этот план Такой гениальный Ну и я думаю Ладно Год я проработаю Буду готовиться дальше Потому что я хотела Из принципа Стать студенткой В нашей семье Такого не было Что там Не поступил и гуляешь Значит Не поступил учиться И идешь работать Ну и я пошла Папа Говорит А у меня папа Был зам начальника Второго факультета Военно-морской академии О Да И он То есть воспитание Суровое Воспитание Да Он подводник Такой был И он говорит У меня мама Мама такая Хотя папа тоже пел В принципе Но мама Это вообще Прям вся вот Была в искусстве В эстраде Там все это И я думаю То что я стала певицей Это Ну процент Наверное Восемьдесят Благодаря ей Вот И папа говорит Тут есть значит Какая-то Вакансия В библиотеке Там пятый факультет В академии И там Иностранцы Такие были настоящие Там немцы Поляки Которые не знали Русского языка И их учили Русскому языку Чтобы они могли Читать все эти Учебники Как бы все это И устраивали такие Открытые уроки Русского языка Когда там Рассказывали какие-то Традиции русские Что-то И кто что мог Там показывал Что-то вышивал Я говорю Я могу с гитарой спеть И вот я помню Это было на Новый год Я спела какой-то романс Мне очень И сейчас уже нравится Жанна Беческая Я вообще считаю Что это лучшая Вообще исполнительница русских Жанна Беческая И Евгения Смоленинова Два для меня человека Которые поют русские песни Беческая Я пластинку обслушивался Неслышный шум Городского А как она поет песни Була так у Джавы Для меня была так у Джавы В то время по крайней мере Я ничего не понимала Что она поет Когда она спела Там песня моей жизни Это просто А как первая любовь Она сердце жжет И вот действительно Мне там было 17 лет И я понимала О чем она поет Это классно О чем песня вообще И я вот что-то спела Такое все спела Все села обратно На свое место Там какие-то столы были накрыты И сидел Офицер югославский Ну естественно Для меня он был старик Там лет 35 ему было О! Но у меня 17 Ему 35 Старик Он говорит Вы еще будете петь? Я говорю нет Тогда я пошел И он причем-то сказал Не чтоб мне там Как сделать какое-то приятное А он спросил Буду опять Говорю нет Все Я пошел И реально в стол ушел Потом какие-то еще там Слушатели иностранные Тоже подходили Я помню Леменский Какой-то золотой голос Я даже писала Как-то золотой голос И я тогда думаю Уж правда мне как-то В пение пойти Потому что Я понимаю С актерством Вряд ли что-то получится Ну так-то людям нравится вроде А так-то вроде да Ничего Так-то вроде ничего Но со мной в караоке Прямо вот другая ситуация Прямо противоположная Ко мне подходит и говорит Вы еще будете петь? Я говорю да Встает и уходит В эфире подкаст 20 лет спустя И у нас в гостях Прекрасная Татьяна Буланова А вот слава Она же была Она обрушилась Или все-таки Она была постепенна Группа Летний сад Образовалась в 90-м году В декабре Летний сад В 90-м был первый альбом Который вообще Мимо абсолютно прошел Никакого непризнания Ничего не получилось Потом в 91-м году С это не плачь Как-то вроде как От нас услышали Мы так потихоньку Потихоньку Стали набирать обороты И только в 93-м году Такие большие первые гастроли Осенью Случились На Дальнем Востоке Мы работали По 4 концерта В день было И я сижу в гримерке Там такой Ну, гримеровальный столик Какая-то лампочка такая И мне только пришла мысль Так вот, блин Если мы такое количество 9 тысяч или сколько километров Да, пролетели Через всю страну И на нас По 4 концерта в день Люди приходят Значит, действительно Мы, наверное, популярны То есть не то, что слава А мне думаю Наверное, все-таки Наверное, вот она Популярность-то пришла Вот и все Вот это первое Когда я осознала Что вроде нас так знают И на конкурсе Шлягин 91 Был Гран-при За песню Не плачь Неожиданно для всех Честно признать Вот, наверное, когда еще Осознание пришло Нет, нет Надо было получить премию И сказать спасибо Гран-при Не плачь Там это тоже отдельно была история Это такой замечательный, кстати, был конкурс Честно, мы просто туда пришли 91-й год Май А Коля Тагрин Он работал в группе Яблоко И, в общем, ну, у него какие-то были знакомые Ну, не продюсер Тогда еще не было такого слова даже Администраторы, наверное, не знаю Организаторы всяких вот Всего этого И он позвонил знакомого организатора Который как раз работал на этом конкурсе Говорит, слушай, нам, Серега Можно, ну, как бы, вставить Просто эфиры, чтобы нас увидели Ну, кто-то узнал Мы пришли, значит, спели там день-два И на третий, как бы, там вроде поняли Как-то, что мы можем как-то Ну, типа, как что-то там даже Что-то занять хотя бы Мы вообще об этом не думали А замечательно было голосование Как сейчас бы назвали СМС Тогда, естественно, не было телефонов, ничего В большом концертном зале Октябрьский Такие фойе колонны И на колоннах просто были пакеты Полиэтиленовый белый Скотчем приклеены И название там, допустим, группа Не знаю, Нёновый мальчик Группа Летний сад Там, не знаю, кто-то еще Туда корешки от билетов, наверное, да? И нет, выдавали каждому входящему Просто бумажку брал белую Лист бумаги И туда кидал Просто пустой И как бы Вот это было такое вот голосование И потом, когда все снимали Считали, я помню А в процессе там Была такая Наталья Ступишина Анка, если помните А ты не Летчик А я была так рада Она тоже участвовала У нее Вот это я была с ветлей У нее много было там Много Перекочевала из нее Из ее пакета В какой-то другой То есть у нее Ставался такой пакет худенький То есть ушли эти голоса И я помню, что мы Поставили свой чек И сказали Так, стой, считай Потому что Ну как бы, чтобы ты посчитал Мы там будем уже Если что, ругаться И он пришел Говорит, слушайте Ну две тысячи посчитал Потому что не могу уже А там зал Три семьсот Зашли-то прям честно Абсолютно Через народ зашли Это чисто Правда Это, как говорят Голосуют рублем Публика проголосовала Реально просто кинула Свои голоса Не было никакой Вы плачь И рублем тоже Они же вошли в концертный зал За билеты А потом Давайте послушаем В подкасте 20 лет спустя Тот самый Знаменитый Хит Не плачь Субтитры подогнал «Симон» Не плачь Еще одна осталась Ночь у нас с тобой Еще один раз Прошепчу тебе Ты мой Еще один Последний раз Твои глаза В мои Посмотрят Ты слеза Вдруг упадешь На руку мне А завтра я Одна Останусь Без тебя Но ты не плачь Не плачь Так получилось Что судьба Нам не дала С тобой быть вместе Где же раньше я была Как поздно Как поздно Встретила тебя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пойми Теперь не думать не смогу я тебе Сама не знаю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok которые видят... И те же девушки, и молодые девчонки. Мне так немножко даже непонятно. Это очень приятно, конечно, но реально непонятно. Девчонки, они должны плаву, коку любить. Так страсти-то те же. Да потому что, да, проблемы-то те же, понимаете. Там все вот это измена, разлука, все это... Это вечно. Не хочется уподобляться таким стареньким всяким старушкам. Вот в наше время было раньше, а сейчас и все не то уже. Ну, посмотрим, что будет через 20 лет. А вы продолжаете быть романтичной, несмотря на то, что вот третий брак и свадьба, она была какая уже? Я не знаю, просто к третьему разу, может быть, уже давай по-скромному? Нет. Ну, вообще нет, честно скажу. Вот такую свадьбу прям вот такую ваха у меня была первый раз. Валерия сказала, нет, у меня свадьба будет такая. Я тогда, честно говоря, я хоть бы расписалась бы мне не в этом дело. Но все равно было прикольно. И я, честно говоря, платье, которое там просто, мне кажется, лениво такого не обругал. Но я захотела именно платье. Ну, там что-то не так, хотя рюши там не было. Придумали, что там рюши какие-то, что-то еще там, не знаете, я полная в нем еще какая-то. Но я захотела прям свадебное платье. Белое? Естественно, белое. Со шлейфом? Со шлейфом. С фатой? Нет, фаты не было. У меня фаты никогда не было. Не завидую, слушай. Да просто интересно жил. У меня первый раз был такой цветок, второй раз у меня были цветочки маленькие в голове, а третий раз такая штучка. Вот мне просто сама ее придумала. Вот моя свадьба, что хочу, то я делаю. Вернемся к голосу как к главному рабочему инструменту. Как его сохранить? Вы делаете какие-то специальные, может быть, упражнения, может быть, чего-то категорически не едите или не пьете? Просто Константин Александрович недавно занялся вокалом, ему очень интересно. Ну, во-первых, если знать строение гортани, то вот идет как бы связки, да, а гортань, когда мы глотаем, она проходит вот тут. Или, наоборот, тут не знаю, не очень знаю тоже. Почти правильно. Чтобы попало на связки, вот, чтобы было смыкание хорошее, нужно персиковое масло. Это, кстати, мой финиатр замечательный, Наталья Зимировна. Персиковое масло. Персиковое масло, легенда. Персиковое масло. Надо брать инсулиновый шприц целиком, ложиться, и вот в нос пол шприца как бы заливать, и тогда стекает по задней стенке и попадает на сверстки. И тогда уже как бы вот... И слизистая, нежная становится, послушная. Да, как бог пяточкой как бы как-то потру, как-то, как-то на такое выражение, такое у него такое очень интересное. Одного касается, самое главное, не курить. А орехи? Наверное, тоже категорически нет. Я слышала орехи, шоколад, семечки. Ну, честно говоря, я орехи как-то перед выступлением там ела, ну, нет такого. В эфире подкаст «20 лет спустя». Это Константин Михайлов, я Александр Анатольевич, а в гостях у нас Татьяна Пуланова. Вспомним тот же вот 91-й, когда вот этот момент интересен, когда еще не было славы. Была какая-то мечта, что вот если вдруг я то... Конечно, я мечтала о каком-то красивом наряде, костюме, в котором вы носите, когда все будет сверкать. Сейчас у меня практически все платья концерта, они все вот такие вот как у цыганки, да. Но мне нравится, и мне кажется, что когда ты выходишь на сцену, и там что-то отвлекает от... Даже это такой своего рода камуфляж, потому что... Не, ну звезда должна доселять. Даже не в это дело, просто я очень до сих пор боюсь сцену и так волнуюсь немножко. Вот это откровение было 30 лет назад, но... Нет, клянусь, вот клянусь. А корпоративы? В отличие от концертов? Обожаю. Обожаю корпоративы. Потому что, во-первых, это всего там 30-40 минут, ну, час максимум. И все танцуют, все такие веселые, как бы все там подпевают. Мне это очень нравится. Это мне напоминает начало нашей деятельности, когда мы работали на дискотеках в основном, и там люди танцевали. Вот зала я меньше люблю, я всегда волнуюсь тоже, когда люди... Да, есть зал такой сидячий вообще. Да, что ты там сейчас покажешь? Ну-ка, давай-ка. А что я могу показать? Господи, я особо там ничего такого не умею. Вот платьишко могу показать. Ну, платьишко вот вышло, да. А если бывает, что платьишко не особо не блестит, и, в общем, тоже как-то я, ну, не знаю, корпоративы обожаю всегда. При таком-то графике, я надеюсь, он очень плотный, что тогда, что сейчас, когда успеваем накопить энергию и побыть дома, побыть женой, побыть мамой? К сожалению, очень редко, и я понимаю, что мне после, вот если вот прям такой вот усиленный график прям плотный такой, чтобы вообще вот не продохнуть, мне надо хотя бы неделю, ну, окей, там, три дня, чтобы я просто лежала дома или сидела дома, там, я смотрела телек. Мне никуда не надо было там не краситься, не собираться, не наряжаться. Просто вот я провожу время так, как я хочу день. А любимые занятия? Смотреть фильмы старые, 30-х годов у меня есть канал, и там показывают от немых фильмов до, там, по-моему, до 40-го какого-то, 5-го года. В Голливудске в основном. По поводу корпоративов, все-таки, где больше, в Москве или в Санкт-Петербурге? Вы живете на два города. И как, поезд, самолет? Поезд, поезд. Самолет крайне редко, когда мне нужно успеть, вот я сегодня там, это, съемка какая-то, и мне нужно вечером быть уже в Питере. Конечно, три с половиной часа. Да. А поезд быстросидячий, либо вот это купе с позвякивающими ложкой подстаканниками? Мне, честно говоря, нравятся ночные. 23-30 уходят, приходят в 8.30, можно выспаться, и он удобно, он с телевизором, он с ума маленьким. Это такая классика. Ночью ты здесь, утром рано, ты на... Ты выспался, в принципе, ночью так-то проходит, как бы. Да, но купе приватный, без храпящих соседей, естественно. Отдельно. Я в свое время поездила и в пласткартах, и в купе, и везде, господи. Да, это да, конечно. Я представляю, какие были концы по всей стране. И ведь не надоело пойти до сих пор? Ну, был период, когда как раз появились корпоративы, и мы помним про 90-х, я реально не вылезала из гастролей, я дома не была. Я помню, какие-то обувь у меня была осенняя, по-моему, или зимняя какая-то. Я осеннюю-весеннюю надевала, потому что я не была дома. Я прихожу на два дня, приезжаю, там, меняю вещи в чемодане, и опять мы едем там на три недели, на месяц. И когда появилась возможность просто так, ну, как бы, кормить семью уже не концертами, мы, в общем, отказались. И, честно говоря, у меня был юбилейный концерт, ну, уже там четыре с половиной года назад в Октябрьском. И мне что-то так понравилось, так классно было. И мы опять возновили. Сейчас вот несколько в Подмосковье было выступление. Что-то где-то будет там... Ну, так потихонечку как-то вот опять возвращаемся. А бывали моменты, когда вас узнавали и просили спеть? Я не говорю про грубое панибратство, хотя такое, возможно, тоже бывало. Когда прямо небережно к вам прикасались люди. Ну, бывало, конечно. О, Тань была. Бывало, конечно, бывало. Но я, честно скажу, я забываю как-то, что меня там могут узнать. И когда кто-то... Тань! Я сразу говорю, типа, кто вы? Где мы встречались? То есть я забываю, что просто человек меня, ну, как... По честному начинаете вспоминать. Где, когда, кто? Да, где-то знакомый какой-то. А, конечно, я просто человек меня узнал. А вы любите публику? Вы отказываетесь сфоткаться? Нет, никогда, никогда. Если у меня есть время, я там себя базовую. Ну, они же сядут на шею тогда. Нет, ну почему? На самом деле люди у нас очень такие добрые, деликатные. Есть, конечно, невоспитанные, есть, но их мало. А есть такое? Ну, а ну-ка, спой. Ну, я могу ответить. Так что человек мужской не подойдет никогда в жилье. Я тебе уверен, Татьяна Ивановна может ответить. Не волнуйся. Ну, бывало, конечно, хамское было. Слава богу, редко. А бывали такие периоды, ну, вдруг, когда-то, что гастроли поменьше, не так часто узнают, не так много ангажементов и корпоративов и думают, что-то надо делать, что-то надо включить. Ну, понятно, платьишко нужно другое, еще что-то. Бывали такие тревожные моменты? Подождите, а я? Нет, бывало, бывало всегда, конечно, естественно, бывало, что чуть меньше, там, что какие-то в стране что-то происходит, ситуация в мире, там, не знаю, как-то альбом неудачный, что-то такое. Бывало, конечно, но ничего страшного, я как-то всегда знала, что, я вообще оптимист такой по жизни, я всегда знала, что ничего, перетерпим, и дальше будет нормально. Опять долготерпение включалось. Будем работать, сейчас запишу что-то новое классное, и, в общем, руки никогда не опускала. Ваш новый альбом «Таня, дыши», по названию одной из песен, в каких случаях самой себе приходится говорить «Таня, дыши»? На самом деле, я, вы знаете, вот артист выходит, когда на сцену, да, никто же не знает, что-то происходит, там, себя плохо чувствует, у него, там, кто-то его предал, кто-то, не знаю, обругал, там, поругался с кем-то, или что-то еще произошло. У меня, кстати, была такая история, ну, такая печальная, у меня ушла из жизни мама, и в день похорон у меня была работа, и я сознательно не отменила, потому что я понимала, что если я приду домой, и просто вот после поминок всего я приду домой и просто лягу, я могу не встать уже, просто у меня настолько с мамой была такая взаимосвязь, такой, ну, просто на уровне, не знаю, космоса какого-то. И когда, конечно, ушла из жизни, мне было очень тяжело, и вот эта работа, она меня спасла, и вот, собственно говоря, вот так тоже «Таня, дыши», и я помню в этот день очень тяжело всегда петь, потому что когда, ну, вот, нету тонуса и связки как-то вот такие вот, не такие, как нужно. И там пару песен нужно было поменять, чтобы, ну, чтобы пошел плюс, потому что, ну, не звучит, не нужно никому это. Ну, не та физика, и все, не слушается голос, да. И вот это, вот, собственно, вот одна из таких моментов, «Таня, дыши», «Таня, дыши», и все, или там, допустим, я понимаю, что нужно что-то там говорить или петь, а мне плакать хочется, а это вот, я не люблю, на самом деле, несмотря на то, что у меня там слава плачущей певицы, а плакать, просто так вот, хоп, заплакать, мне стыдно как-то, я могу поплакать, вот, ушла там до звука лисы, и разобрыдайся. И вот я начинаю дышать, чтобы как-то вот дыхание, как-то вот дыхание, дыхание там, и водички попить можно, и вот, как бы, все это уходит, слезы. Идеальный мужчина это? Если для женщины, то человек, который уважает женщину, который любит, который... Бережет, ценит. Бережет, да, ценит, самое главное. Ну и, конечно, антоним этому «Измена». Ну, хамство, измена, невоспитанность какая-то. Невнимательность. Невнимательность, да. Я к тому, что пришло время послушать песню «Измена» в исполнении Тани Булановой в подкасте «20 лет спустя». Спасибо вам огромное за этот откровенный разговор, как-то стало и светлее, и теплее. С нами была самая народная, самая любимая, самая любящая певица, также мать и жена, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова в подкасте «20 лет спустя». Спасибо. Лайнер приземлился, город здравствуй мне сказал. Я вернулась раньше, и об этом ты не знал. Я к тебе спешила, я примчалась на такси. Ты открыл мне дверь, и вдруг войти не пригласил. И глаза свои ты опустил, и даже бледным стал. И за твоим плечом вижу я свою подругу. И смущенно так сказал, что ты меня никак не ждал. Я прошла на кухню, руки мелко так дрожат. Ты стоял в дверях, ее пальто в руках держал. К вам я повернулась и сказала тихо ей. Ты здесь оставайся, видно, ты ему нужней. Я сбежала вниз, ты мне вдогонку что-то закричал. А я лишь знала, ты изменил мне, мой любимый. Ветер мне лицо обжег, и дождь в ней застучал. Ну, как ты мог меня, как ты мог предать, мой милый? Ну, как ты мог меня, как ты мог предать, мой милый?